При ливнях в Сочи чаще затапливает именно Адлерский район. К такому стечению обстоятельств готовы и все коммунальные службы, и сами жители. Вот и на этот раз подтопленными оказались дворы домов в Эмеретинской долине, территория рядом с ЖД вокзалом. Потоки воды тормозили движение и на федеральной трассе Сочи-Адлер. Участок возле магазина «Фара» снова стал притчей во языцах. В Сочи организовано круглосуточное дежурство. Со вчерашнего вечера работает оперативный штаб. «Были ночью незначительные подъемы уровней рек до отметки НЯ неблагоприятные явления, но мы смотрели до каждого сантиметра, отслеживаем по гидрологическим датчикам. Мы умеем справляться с такими ситуациями. Сейчас в настоящее время уровень воды спадает, в горах уменьшились значительные осадки. По Кепше самая больная наша точка. На сегодняшний день всё было в порядке. На сегодняшний день ожидаем значительное снижение осадков. Завтра должно быть, по прогнозу, без осадков». Режим ЧС, по мнению главы города, не соблюдают лишь дорожники ДРСУ. «Я говорю, ливнёвки почистите. Надо понимать, что надо их почистить. Это снять решётки и вычистить до бела. В дома не зашла вода, во дворы зашла, но дороги стояли два часа в воде. Везде, на самых уязвимых местах поставить машину спасателей по закреплённым территориям. Например, Краснополянская зона в реке Кепша. Должны стоять ЮРПСО. Что касается Адверского района, там у нас стоят Кубань спас на машинах вместе с сотрудниками администрации. То, что касается Центра и Лазаревки, это наши спасатели. И они должны там действительно реально находиться, и они должны мониторить в ручном режиме». Только в Лазаревском районе за последние сутки образовалось 30 смерчей. В случае неблагоприятного прогноза погоды, всех жителей Сочи снова оповестят в средствах массовой информации. Ну а до туристов, которые ещё не сталкивались с коварством сочинских рек и гор, информацию донесут правоохранительные органы. Обсудили на планёрке и более приятные новости. К 1 сентября свои двери распахнут пристройки к двум сочинским школам 15 и 82. А уже в эту субботу горожан приглашают на открытие детсада на Мацесте на 120 мест. «К концу года мы планируем закончить ремонт школы на 1100 мест, гимназия номер 6, ещё один корпус будет на Макаренко 8А. Готовы закончить детский сад номер 7 на 280 мест в Хости на улице Октября. И также три пристройки ещё к трём детским садам. Два в Центральном районе и одна пристройка будет в Адлерском районе. Помимо этого, на следующий год мы подаём ещё несколько учреждений в наши краевые программы, потому что город один не справится с таким масштабным строительством». При стройке на 400 мест появятся и у школ номер 23 и 11. В планах муниципалитета также построят ещё четыре детских сада, в том числе на Северной Бытхе. Там же будет возведена школа на 1100 мест.